Продолжение следует... Необходимость создания Европейского Союза, Европейской империи, которой никогда прежде не было. Конечно, это не означает, что Европейский Союз не должен существовать, но что стоит за этим? Есть ли скрытая цель в его создании? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Образование Европейского Союза Союза вызывает большой интерес и многочисленные дискуссии, как в Англии, так и по всему миру. Возникает вопрос, чем вызвано в наше время, в 21 веке, необходимость создания Европейского Союза, Европейской империи, которой никогда прежде не было? Конечно, это не означает, что Европейский Союз не должен существовать, но что стоит за этим? Есть ли скрытая цель в его создании? Основная причина появления ЕС заключалась в том, чтобы предотвратить войну в Европе, ведь на протяжении всей истории племена и нации были захватнические войны с целью перераспределения границ. Даже римляне смогли объединить только малую часть, но им помешали гуны, славяне, и, наконец, их разбили германские племена. Ни Карлу Великому, ни Наполеону, ни Гитлеру, несмотря на все их могущество и многократные попытки, так и не удалось добиться этого союза. Что же стоит за созданием Объединенного Европейского Государства? Это можно рассмотреть с разных точек зрения – политической, социальной, экономической. Но нужно также учесть существование библейского толкования. Ведь Европейский Союз является осуществлением того, что было предсказано в библейских пророчествах свыше трех тысяч лет назад. Я хочу исследовать именно этот аспект и рассмотреть, что же говорит Библия о создании Объединенной Европы. События конца 20 века свидетельствовали о распаде не только великой сверхдержавы Советского Союза, но и коммунизма в целом. Мы начинаем осознавать, что в истории, по крайней мере, за последних четыре тысячи лет, был целый ряд империй и царств. И в начале 20 века мы стали свидетелями расцвета коммунистической империи. Которая контролировала одну треть мира. Затем, в середине того же столетия, наблюдался последний распад Британской империи, которая в свое время тоже владела третьей частью мира. После падения коммунизма, господствующее положение в политике и экономике занимает Америка. Но в это же время возникает новая сила. Европейская империя. Я использую слово «империя» намеренно. Что такое Европа? Это просто социальный, экономический или коммерческий союз? Возможно, политическая структура, представляющая угрозу миру? Как по мнению некоторых, было с предыдущими империями. Позвольте мне рассмотреть все более детально. Хочу обратить ваше внимание на то, что говорит Библия. Я уже говорил, мировые империи поочередно сменяли одна другую. И одно из точных определений этому мы находим в Библии. Из пророческой книги Даниила мы узнаем о сновидении царя Навуха Доносора, истолкованном Даниилом. Это было видение истукана с золотой головой, серебряной грудью, бронзовыми бедрами, железными ногами и ступнями из смеси железа и глины. Даниил пояснил это так, что истукан представляет собой пять империй, сменяющих одна другую. Головой является империя Навуха Доносора. И Даниил видел, что следующей империей серебра будет Медоперская. Бронзовая империя греков, а железная – Римская империя. Интересно то, что увещевание начало сбываться уже тогда. Первые четыре империи появлялись и исчезали одна за другой на протяжении библейского периода. А Римская железная ноги существовала вплоть до окончательного распада в пятом веке нашей эры. И хотя это было только предсказание или пророчество, оно свершилось. Единственное, что осталось неисполненным – это ступни из смеси железа и глины. Многие ученые, которые пытались толковать библейские пророчества, считали, что железо с глиной – это восстановление Римской империи. Но так как эти компоненты не смешиваются, то держава, не имеющего единства, будет сокрушена. В видении Навуходоносора есть предупреждение о том, что ступни будут разрушены камнем Иисусом Христом во время Второго пришествия. Обратимся к Новому Завету. В 17 главе книги Откровений есть упоминание о мистической фигуре, имя которой – Тайна Вавилон Великий. И эта тайна будет раскрыта в последние дни. Рассмотрим это немного в другом контексте. Первой была империя Навуходоносора. Именно он возвел Вавилон, центральной частью которого являлась Вавилонская башня. Затем Вавилонская империя царя Навуходоносора была разрушена Медянами и Персами. И где? В Вавилоне. Медо-Персидская империя была разрушена Греческой империей под руководством Александра Македонского. И где? В Вавилоне. Греческая империя была разрушена римлянами. Также в Вавилоне. Но кто разрушил Римскую империю? Что ж, объяснение есть. Историки утверждают, что это не следует воспринимать всерьез. Что она распалась из-за страсти к гражданскому управлению и стала слишком зависимой от собственных структур, законов и чрезмерной бюрократии. Но физически Римскую империю разрушили германские племена. И не в Вавилоне, а в Европе. Доказательства, которые я приведу, несомненно, подтвердят вам вышесказанное. И это не теоретические рассуждения, а исторические факты. Именно германские племена в пятом веке разрушили остатки Римской империи. В Европе, а не в Вавилоне. Но в конце концов, часть Вавилона переместилась в Германию, хотя это произошло в конце 19 века. Сегодня признаки Вавилона можно увидеть не только в современном Ираке, но и в Германии. Перед тем, как отправиться в Германию, стоит обратить внимание на Страсбург. Я хочу пока что оставить вопрос о Германии без ответа, потому что для этого отведена отдельная программа, часть третья фильма. Вы поймете ее лучше, если вначале совершите путешествие со мной в Страсбург. Давайте оставим историю и библейские пророчества, вернемся в 21 век и посмотрим на нынешнюю Европу. Я покажу вам один из двух центров Европейского парламента. Страсбург, который много веков принадлежал Германии, а сейчас находится на территории Франции. У меня в руках обычная Библия. Моя Библия. Многие считают, что эта книга является историей или пророчеством грядущего. И убеждены, что увещевания должны исполняться в будущем, а не в наши дни. Я хочу доказать, что мы живем в такое время, когда пророчества исполняются буквально на наших глазах. Например, Библия рассказывает, что Навуходоносор в своем сновидении, истолкованном Даниилом, видел истукана, представлявшего пять империй, начиная с империи Навуходоносора, затем Медоперсидская, затем Греческая и Римская. Мы считаем, что последняя империя, о которой говорит пророк Даниил в главе 6, это восстановленная Римская империя. И ее можно увидеть не только в библейских пророчествах или в будущем, а сегодня и сейчас. Не в будущем, а сегодня и сейчас. Так где же находится восстановленная Римская империя? Я хочу, чтобы вы увидели, где она и осознали, какую роль она играет в нашей жизни. КОНЕЦ КОНЕЦ Я нахожусь в Страсбурге рядом со зданием Парламента Европейского Союза. В основе проекта этого необычного сооружения лежит картина Питера Брюгеля, изображающая недостроенную Вавилонскую башню. И это здание построено так, чтобы создавать впечатление недостроенного. Но на самом деле это завершенное сооружение Европейского парламента, действующее сегодня. И я стою рядом с ним. Оно обошлось в 8 миллиардов фунтов стерлингов. Это 12 миллиардов долларов. Строительство было закончено в декабре 2000 года, и сейчас здание используется по назначению. Несколько лет тому назад европейские политики рекламировали идею создания Европейского Союза. И чтобы привлечь внимание европейских стран, они выпустили рекламный плакат, созданный по образцу картины с ображением Вавилонской башни, написанной в 1563 году знаменитым художником Питером Брюгелем. В основе проекта здания Европейского парламента лежит именно эта картина. На плакате изображена Вавилонская башня и девиз на французском «Много языков, один голос», искажающий Божий суд над Вавилоном. Пятиконечные звезды на европейском флаге перевернуты. Но почему? Ведь это известный оккультный знак. В такой звезде можно увидеть рога и бороду самого дьявола. Обратите внимание на европейский флаг с 12 звездами. Ими обычно обозначают корону Марии, царица небесной. Но в вавилонской культуре это имя матери Нимрада, строителя Вавилона. Так что же собой представляет сам Вавилон? Как гласит Библия, этот город был построен вскоре после Ноева потопа одним из его потомков Нимрадом. Люди объединились, чтобы прославиться, усилить свою власть и построить величественный город с башней и храмом в центре. Этот город будет назван Вавилоном. Башня была символом бунта против Бога. Она должна была достичь неба и доказать, что Бога нет. А если же он и существует, то башня будет довольно высокой, чтобы помочь избежать второго потопа, наказание за грехи. Но Бог разрушил Вавилонскую башню, и город стал известен из-за бунта против Бога. В 586 году до нашей эры даже дети Авраама, евреи, были изгнаны в Вавилон за грехи. Во время съемок этого фильма я спросил журналистку, родившуюся в Стратбурге, понимает ли она смысл башни. Ответ был положительный. И она подтвердила, что члены Европейского парламента тоже понимают, что она представляет собой библейский Вавилон. Цель Европейского Союза состоит в завершении того, что люди царя Нимрада так и не смогли сделать три с половиной тысячи лет тому назад. Чего же они добились? Построили башню? Или объединили силы людей, чтобы бунтовать против Бога, признавая грех нормальным образом жизни? Здание Европейского парламента является символом человеческой гордости и бунта против Бога, местом, обреченным на разрушение Богом за грехи. Современная башня как символ объединения людей в 21 веке для провозглашения. Бог мертв. Давайте создадим своих богов. Видение далекого будущего Даниила, явившееся также и в Вавилоне, предсказывало финал возрождения Римской империи, которая будет разрушена Богом. Я хочу показать вам образец строительных лесов. Эти кольца были запланированы как имитация недостроенного здания, но на самом деле оно завершено и используется по назначению. Это была попытка показать незавершенность Вавилонской башни. Но это не Вавилон, а Страсбург часть Европейского Союза. Мы проследили связь Европы с Вавилоном и еще вернемся к этому городу в последней части фильма. Но как насчет восстановленной Римской империи? В Страсбурге мы видим первую связь с Римом. Если Римская империя распалась в V веке, а мы живем в XXI, то разница составляет 16 столетий. Так где же она была все это время? Римская империя в IV веке распалась на Западную со столицей в Риме и Восточную с новой столицей в Константинополе современный Стамбул. Вследствие этих событий произошел раскол и частичный упадок политической власти Рима. И хотя после конвенции Константина духовная власть была сохранена, но на политической почве начался раскол и религиозный, на Западную или Римскую и Восточную или Православную церковь. И так Римская империя не исчезла полностью. Железные ноги существовали до недавних пор, а их власть перешла церкви и передавалась из поколения в поколение европейскими князьями, епископами, особенно в Германии, а также через Ватикан, который когда-то стал и по-прежнему остается отдельным государством Европы. За последние 50 лет новая империя, основанная на Римском договоре и состоящая из многих народов, объединилась с духовной и перевопротилась в последнюю империю, ступни и смеси железа и глины из пророчества Даниила. Интересно, что Мартин Лютер первым совершил духовный прорыв, порвав с Римской Церковью, а затем Генри VIII в Британии в своих собственных интересах полностью разорвал отношения с Римской Церковью и вместе с протестантским пробуждением, которое существует и поныне, основал Англиканскую Церковь. Разрыв Британии с Римом в XVI веке до сих пор остается камнем преткновения, из-за которого мы не пребываем в полном согласии с Европейским Союзом, а разрываемся между родством Америки и Союзом с Европой. Может, это определяющий фактор, что Бог в своей мудрости вмешивается, чтобы избавить нас от того, чем становится Европейский Союз? Не странно ли, что свыше четырех веков эта проблема была настолько же духовной, как и политической? Неудивительно ли и то, что до сих пор не прекращаются дебаты о возможности нашего политического союза, а также о возможном воссоединении протестантской и католической церквей? Железные ноги превратились в ступни и смеси железа и глины, несовместимое сочетание оживленной империи, обреченной на уничтожение не людскими руками, а руками Сына Божия, Иисуса Христа во время Его скорого пришествия для основания Вечного Царства и не тысячелетнего Рейха, который представлял себе Гитлер, а Небесного Царства, управляемого князем мира. Субтитры создавал DimaTorzok Я показал восстановленную Римскую империю с ее центром в Стратсбурге. Предлагаю вам посмотреть вторую часть, где расскажу о книге Откровения. Мы отправимся в Брюссель, где вы увидите женщину-блудницу и зверя, о которых рассказывает Откровение. Интересно, что два главных символа Европейского Союза упомянуты в Библии. Первый мы уже видели в начале фильма. Это новое здание Европейского парламента в Стратсбурге, формой, напоминающей Вавилонскую башню. Но второй символ, используемый в Европе, гораздо хуже первого. Можно сказать, что он нечестивый, демонический, изображающий унижение, потому что рассказывает об уголовном преступлении против женщины, которая отправила обидчика в заключение. Это шокирует, но всему есть объяснение. Я нашел три источника происхождения второго символа. Что же он собой представляет и где находится? Это скульптура женщины на звере, основное украшение территории рядом со зданием Совета Европы в Брюсселе. Происхождение скульптуры можно легко проследить. Она изображает греческий миф о похищении Европы. Именно в честь этой женщины был назван Европейский континент. Тот же образ женщины на звере упоминается и в Библии, в книге Откровений, главы 13 и 17. Также зверь упоминается и в Ветхом Завете, в 7 главе книги пророка Даниила. В греческой мифологии первоисточники этого символа есть история о Зевсе, отце богов, рассказывающей о том, что он подсматривал за прекрасной Европой, которая находилась одна на Финикийском пляже, кстати, сегодня это часть Израиля, и воспылал к ней страстью. Он превратился в быка ослепительной белизны, с рогами в форме полумесяца и лег у ее ног. Европа села ему на спину, и он увлек ее в морские пучины, а затем изнасиловал. Женщина зачела сына и после смерти получила божественные почести и вошла в сон богов, как царица небесная, а бык растворился в небесном созвездии, известном как Телец. Легко сказать, что я ошибаюсь, но там же, в Брюсселе, всего в одном километре от Европейского парламента, находится торговый центр, и его центральное украшение та же женщина на звере. Кроме того, многие магазины в этом торговом центре называются Юпитер. Это римское имя отца богов в греческой мифологии Зевс. В обоих парламентах Европейского Союза, в Брюсселе и Страсбурге, находятся картины с изображением женщины на звере. Также члены Европейского Союза использовали этот символ открыто с момента образования, и все знают, что он собой представляет. Например, образ женщины на звере появился в 1948 году на немецкой банкноте достоинством в пять марок. Картина с этим образом была нарисована в 1979 году на берлинской стене, а в 1984 году она появилась на английской марке, посвященной вторым европейским парламентским выбором. В 1992 году появилась на немецкой монете ЭКЮ предшественницей евро. Эта картина также изображена в зале аэропорта в Брюсселе. Самая выразительная и недвусмысленная картина появилась на немецкой телефонной карточке, предназначенной для общественного пользования. И вот теперь вновь эта женщина на новой евровалюте. Мы видим ее и на обратной стороне греческой монеты достоинством в два евро. Возникает вопрос, что же этим пытаются сказать сторонники Европейского Союза? Предполагают ли они, что Европу сегодня насилуют? И если да, то каким образом? Политически, финансово или духовно? И кто это делает? Я также ссылался на Библию, где в книге Откровений глава 17 эта женщина представлена как блудница, сидящая на звере, имеющая семь голов и десять рогов. Я объясню это позже. У женщины есть другое имя. На челе у нее написано «Тайна Вавилон Великий». Это я вам тоже объясню, когда покажу, что древний Вавилон сегодня находится в Берлине, в Европе. Современники Нового Завета, выросшие под влиянием не только еврейской, но и греческой, и римской культур наверняка знали мифы, которые являлись важной частью, окружавшей их культуры, особенно потому, что Новый Завет написан на греческом языке и надпись на кресте Иисуса на трех языках – латинском, еврейском и греческом. Вероятно, и сам Иисус и Павел, который проповедовал в Афинах, и апостол Иоанн, написавший книгу Откровений, понимали миф о Европе и быке. В книге Откровений, глава 13, говорится о звере с семью головами и десятью рогами, выходящим из моря. В Ветхом Завете зверь появляется в двух подобиях. В седьмой главе книги пророка Даниила Четвертое Царство также имеет десять рогов. Но самое важное то, о чем я расскажу далее. В каждом рассматриваемом случае, мы видим, что эта женщина Европа изображается, сидя на звере. Заметьте, что в истории, упоминаемой в Библии, на челе этой женщине написано ее имя. Тайна Вавилон Великий. Книга Откровений, глава 17. Говорил ли Иисус пророчески о сегодняшней Европе, когда давал Иоанну откровения о женщине, сидящей на звере, который имеет много рогов. Мы знаем, что книга Откровения была пророческой. Но разве не сегодня исполняются эти пророчества? И почему эта женщина была названа Тайна Вавилон Великий? Кто этот могучий рогатый бык и что он собой представляет? Мы узнаем из древнегреческого мифа о женщине по имени Европа и ее приверженности к Отцу Богов, перевоплотившемуся в быка с рогами в форме полумесяца. Как известно из археологии и Библии, символом ближневосточного языческого бога Вала, а также Зевса и Юпитера в греческой и римской культуре, соответственно, считался бык с рогами в форме полумесяца. Верховный бог Вавилона, а также Ближнего Востока, бог Луны, представленный в виде быка с рогами той же формы или просто как бог полумесяц. У нас есть все основания считать, что Аллах это тот же бог Луны, которого избрал для поклонения Магомед и кому поклоняются множество людей сегодня. В наши дни полумесяц это всемирный символ ислама в мечетях и на флагах. Какую же связь имеет Европа с исламом? В истории отмечается, что ислам со времен своего основания боролся против нее. Вначале произошло исламское вторжение через Турцию, Балканы, Испанию и Францию, охватившие войной всю Европу. Затем последовал ответный удар европейских крестоносцев. Войска вторглись в библейскую землю Израиля с целью отобрать у мусульман контроль над землей обетованной. Около ста лет назад на Ближнем Востоке была найдена нефть, превратившие исламские страны в политическом и экономическом плане в самое могущественное и желанное на земле. Так начался вынужденный союз Европы и ислама. Во время Первой мировой войны армии европейских стран сражались друг против друга на Ближнем Востоке. В 1917 году, когда французы и британцы освободили Израиль, Иерусалим и прилегающие территории турецких и немецких оккупантов, британское правительство заключило сделки с евреями и арабами с целью получения максимальной поддержки, в результате чего был заложен фундамент сегодняшних конфликтов. Британия пообещала через лорда Балфора евреям рассмотреть возможность основания в Палестине национального государства для еврейского народа, а затем через британского посланника в Египте признать и поддержать независимость арабов от Османской империи. Вынужденный союз Европы и исламских государств, начавшийся во время Первой мировой войны, решил в новую стадию во время Второй мировой. 30 ноября 1941 года главный мусульманский муфти Иерусалима встретился с Гитлером для заключения договора о том, что мусульманские арабы окажут содействие Гитлеру в войне при условии, что после истребления евреев в Европе Гитлер уничтожит евреев и на их национальной территории в Палестине. Арафат, с которым Европа имеет дело, является внучатым племянником главного муфтия, заключившего сделку с Гитлером. После Второй мировой войны союз ислама и Европы продолжился. Произошло мирное вторжение в Европу. Она принимала рабочих мигрантов и беженцев. Сегодня в Германии находится 3 миллиона турок-мусульман, во Франции 5 миллионов из Северной Африки, в Британии 2 миллиона мусульман из бывших колоний и других мест. Ислам это вторая по численности и самая быстро растущая религия в Британии. Экспансия ислама в Европе происходит довольно быстро. Его радушно принимают, а земля для мечетей и религиозных школ выделяется бесплатно. И это происходит в то время, когда европейская культура подавляется в исламских странах. Христианство запрещено законом. Зато в европейских странах мы боимся оскорбить ислам. А европейские христианские лидеры снисходительно относятся к вавилонскому богу луны Аллаху, признавая его еще одним равноправным богом. Европа, ислам и Израиль. Европейский союз, продолжая традиции Гитлера, является самым мощным политическим и финансовым сторонником палестинского лидера Арафата против евреев. Европа ежемесячно вливает в его террористические организации десятки миллионов долларов из карманов налогоплательщиков. Не является ли Европа женщиной, сидящей на быке, который ее насилует? В июне этого года национальные газеты опубликовали информацию о том, что из-за политики открытых дверей для иммигрантов Бельгия стала штаб-квартирой мусульманского вторжения в Европу. Контроль над воинствующими силами Аль-Каиды сосредоточен там, где находится центр Европейского Союза, в Брюсселе. Это то место, где мы сегодня находимся. Понимаете ли вы, насколько серьезна угроза ислама? Мусульмане поклоняются Аллаху, который, как уже упоминалось, является ваалом или богом луны, и тем не менее на Западе их приглашают участвовать в совместных богослужениях. Там утверждают, что есть три великих вероисповедания. Евреи, верующие в Ветхий Завет, христиане, которые веруют во всю Библию и мусульмане с их Кораном. Но Аллах это совсем не наш бог. Посмотрите на их символы. Бык с рогами в форме полумесяца в мечетях и на флагах мусульман. Вероятно, они поклоняются ваалу, быку, который и есть сам дьявол. Сравните символы в 13 и 17 главах книги Откровений. И вы убедитесь, что зверь, изнасиловавший Европу, характеризуется именно рогами. Редактор субтитров Сегодня наблюдается подъем исламского фанатизма, угрожающего стабильности мира. Президент Буш признал это, провозглашая войну с терроризмом. Проблема в Израиле возникла не из-за конфликта насчет территории, а из-за того, что мусульмане намереваются уничтожить Израиль полностью. Но вначале им придется иметь дело с Америкой, потому что именно она поддерживает Израиль. Они хотят не только захватить Иерусалим или осуществить так называемую оккупацию территории, мусульмане не успокоятся, пока не будут изгнаны или уничтожены все евреи землеобетованные. Следующая мишень после Израиля – церковь. Воинствующие мусульмане ненавидят крест и другие христианские символы. По всему миру, где есть эти символы, строятся мечети, чтобы показать превосходство ислама над христианской верой. Это часть великой битвы нашего времени. Все эти события, происходящие в Европе, нужно воспринимать серьезно, и мы должны молиться. Саудовская Аравия строит мечети повсюду, даже там, где мусульман совсем немного. А в самой Саудовской Аравии можно попасть в тюрьму из-за хранения Библии, и церкви возводить там просто невозможно. Когда городские власти Рима разрешили строительство мечети рядом с Ватиканом, саудовская пресса рассмотрела это как поколение Ватикана исламом. На Западе стала практиковаться веротерпимость, а также приглашение ведущих имамов в христианские соборы и церкви. Но мусульманские города Мекка и Медина, а ныне и Храмовая гора в Иерусалиме, закрыты для тех, кто не исповедует ислам. КОНЕЦ Мы находимся в Берлине. Как вы знаете, это не только столица Германии, но и один из главных центров Европейского Союза. Мы стоим рядом с музеем Пергамона. Здесь находятся два основных экспоната. Престол или Седалище Сатаны, упоминаемые во второй и тринадцатой главах Книги Откровений, а также Лавилонские врата. Оба эти экспоната не являются копьей. Это оригиналы, привезенные из Пергама и Вавилона. Это музей Пергамона в Берлине. Я покажу вам врата Вавилона, Иштар, Астарты. И мы пройдем по торжественному пути. Это та дорога, по которой Израиль шел в рабство. Вавилон. Пройдемте со мной по этой главной улице. Передо мной врата Иштар, известные благодаря изображениям 337 богов-змей. В еврейской нумерологии эта цифра означает шеол, ад. Так что вы видите перед собой врата в ад на земле. И это не репродукция, это оригинал, привезенный из Вавилона. Они были сделаны за 600 лет до Рождества Христова. Врата привезли сюда и воссоздали в музее в Берлине. В предыдущей части фильма вы видели женщину Европу на звере, символ Европейского Союза. Когда Иисус показал Иоанну женщину, книга Откровений, глава 17, как мы считаем Европу, на ее челе было написано имя «Тайна Вавилон Великий». Я могу объяснить, как она получила это имя и продемонстрировать связь Вавилона с Европой. Мы видели в самом начале Вавилонскую башню в Страдбурге. А сейчас сам Вавилон находится в Европе. За шесть столетий до рождения Иисуса Христа, после многих лет бунта против Бога, еврейский народ из Иерусалима был уведен в рабство в Вавилон. Место избранное дьяволом, Люцифером, для утверждения мирового правительства с целью восстания против Бога. В 136-м псалме мы видим, что евреи рыдали у рек Вавилона, вспоминая Иерусалим. Почему? Потому что в еврейской нумерологии слово «Вавилон» означает «отделение от Бога». В Вавилоне находится Зигурат, восстановленная Вавилонская башня, символ отречения от Бога, и храм Мордока, Ваал его второе имя, бога-дракона, злого духа, которому поклонялись посредством самоистязания и человеческих жертвоприношений. Несомненно, сам дьявол. Торжественный основной вход проходил через врата Иштар, украшенных изображениями монстров, включая 337 образов бога-дракона, змей-драконов. Это число 337 в еврейской нумерологии означает «Шеол», «Ад». Это непременно врата в ад на земле. Неудивительно, что через 70 лет, когда бог освободил евреев из вавилонского плена, их уста были полны смехом и пением. Но где же вавилон сегодня находится? Он был воссоздан с Адамом Хусейном возле Багдада в Ираке. Но еще до того, как это произошло, частица вавилона переместилась в Германию. В истории сказано, что медиане и персы после захвата вавилона в 539 году до н.э. унаследовали злой дух города. Когда вавилон завоевал Александра Македонские в 331 году до н.э., то направил 10 тысяч человек на восстановление храма Мордока и учредил ежедневные жертвоприношения вавилонскому богу-дракону, продолжавшиеся до его преждевременной смерти в 323 году до н.э. К 64 году до н.э. римляне победили греков и основали новую всемирную империю. Даниил предвещал, что эта империя, только видоизменившись, сохранится до второго пришествия Христа. Через римлян дух Вавилона вновь поразил бунтующий народ Божий. Разрушив в 70-м году н.э. их храм в Иерусалиме и рассеяв евреев по всему миру, они не имели своего национального дома вплоть до чудесного воссоздания Израиля в 1948 году. После падения имперского Рима римские папы короновали европейских царей, присваивая им титул императоров Священной Римской империи и в то же время политических лидеров. Этот титул передавался по наследству немецкой династии Габсбургов сотни лет. Также они имели титул царя Иерусалима, дарованной навечно после освобождения европейскими крестоносцами Иерусалима от турков в 1061 году. Этот титул сохраняется у них и поныне. В 1898 году кайзер Германии Вильгейм II посетил Святую Землю в лице царя Иерусалима. А через год он начал раскопки на месте древнего Вавилона. В 1913 году он привез в Берлин первые фрагменты врат и торжественного пути с изображением 337 змей-драконов вавилонскими вратами в ад на земле. Год спустя Германия вступила в войну со всем миром. 10 миллионов погибших за 4 года. К 1930 году весь торжественный путь был воссоздан в Берлине. Был ли этот лавилонский змей-дракон самим дьяволом, который через Гитлера объявил окончательное решение еврейского вопроса, в результате которого погибло 6 миллионов евреев в Европе. Это, а также и гитлеровская Вторая мировая война 1939-1945 года была настоящим адом на земле. 55 миллионов погибших по всему миру. Германия в руинах и Берлин, разделенный сверхдержавами на восточный и западный. Пока в восточном Берлине оставались врата Астарты, павилонский символ ненависти к евреям, западная Германия вошла в период благодати. Канцлер Аденауэр, истинный христианин и противник нацизма, придерживался библейской истины. Бог благословит тех, кто благословляет евреев. В то время, как его страна лежала в руинах, канцлер предложил военные репарации Израилю, и началось немецкое послевоенное экономическое чудо. Все изменилось после того, как восточная и западная Германии объединились в 1990 году. Сегодня немецкое экономическое чудо находится в состоянии кризиса. Интересно, почему? Отец царя Навуходоносора заложил в основание первичного Вавилона камень с такой надписью «Во славу богов Набу и Мордока, повелевшим мне заложить фундамент Вавилона в самом сердце подземного мира, чтобы его вершина соперничала с небом. Я склонил голову и сделал, как мне было приказано». Берлин с Вавилонскими вратами вновь стал столицей. И канцлер Шрёдер перевел немецкое правительство из Бонна в бывшей Западной Германии в Берлин. Американский президент Клинтон однажды назвал столицу Германии сердцем объединенной Европы. Что это за сердце? Во время Второй мировой войны Гитлер выдвинул свою политику новой Европы для контроля над послевоенной Европой, используя следующие заголовки «Общая европейская валюта», «Единый европейский обменный курс», «Европейское экономическое сообщество», «Европейская сельскохозяйственная политика» и так далее. Несмотря на поражение Гитлера, его планы воплощаются в Европе сегодня. Или чьи же они? Может быть, это их истоки мы видим в пророчествах Даниила, царство, которое не останется единым, будет сметено, как ступни из железа и глины. Неудивительно, что христиане получили предупреждение в книге Откровения, глава 18-я «Выйди от нее из Лавилона, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправду ее». Даниил, истолковывая видение Навуходоносора об истукании во второй главе, предупреждает, что злой дух Вавилона будет продолжать действовать после падения Древней Империи, переходя в последующие царства аж до наших дней. Только во время Второго пришествия Христа дух Вавилона будет окончательно поражен. Книга пророка Даниила, 2-я глава, 33-34 стихи, книга Откровений, глава 19-я, с 11-го по 21-й стих. Но какое царство представляют ступни и смеси железа и глины сегодня? Европейскую империю? Римское соглашение смешало неравнозначность возможностей стран Европейского Союза? Не тут ли это истукан, который будет разрушен во время Второго пришествия Христа? Как я говорил еще в начале, Библия это не просто история и не только пророчество будущего. Это живая книга и мы существуем во времена Библии в Европе. Но тут господствуют демонические сатанинские силы. Вавилонская башня возведена во Франции на деньги налогоплательщиков, женщина на звере не только часть Брюсселя. Вавилон и врата ада в Берлине определяют то, как вы и ваши дети будут жить в будущем. Но существует то, что хуже всего вышесказанного. что может быть ужаснее нечестивее в мире, чем упомянутое только один раз во всей Библии место, где находится престол сатаны. Конечно, вы скажете, что это было две тысячи лет тому назад, и сейчас он уничтожен, если вообще когда-то существовал. Это место должно быть настолько нечестивым, настолько ужасным, что его можно описать как место, где живет сам сатана. Действительно, только одно место во всей Библии описано таким образом. Где оно было? В Пергаме. И где оно сегодня? в Берлине, в самом центре Европы. В книге Откровений во второй главе говорится И ангелу Пергамской церкви напиши «Знаю твои дела и что ты живешь там, где престол сатаны и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Гигантский жертвенник Пергамона занимает значительную часть немецкого музея Пергамона в Берлине. Изначально находившийся в Малой Азии на территории современной Турции храм Пергамона вместе с жертвенником был центром поклонения императору. Ценой отказа признать императора Богом было ритуальное убийство на алтаре. Библия называет это место престолом сатаны. На его ступенях ранние христиане принимали мученическую смерть за веру во Христа. Немецкий археолог Карл Гуман нашел его в практически безупречном состоянии в конце 19 века и осторожно перевез все до последнего камешка в Берлин. В 1902 году кайзер Вильгельм II отметил возведение этого храма в Берлине как самый выдающийся момент своего правления, устроив грандиозный праздник в честь языческих богов. Удивительно то, что через некоторое время после этого в истории Германии происходили события, которые можно отнести только к демоническому контролю. Следом за всемирно известным Уэльским пробуждением в 1904 году произошло новое излияние Духа Святого в 1908 году. Почти одновременно в англиканской церкви Монг-Вермант в Англии и на улице Азуза в Лос-Анджелесе США и вскоре после этого в немецком городе Касселе люди, собравшиеся вместе для молитвы и поклонения, начали говорить на незнакомых разных языках. Это было началом всемирного излияния Святого Духа характеризовавшимся феноменом говорения на языках, точно так, как было в день Пятидесятницы в Деянии глава 2. К сожалению, Германия стала основным противником этого нового движения Божьего. На заседании Евангельского Альянса Германии в Берлине Евангельские церкви подписали Берлинскую Декларацию, содержащую следующее заключение. Так называемое Пятидесятническое движение пришло не свыше, а из преисподней. Это дело бесов, ведомых сатаной. Ложь смешана с истиной, чтобы сбить с пути детей Божьих. Неличная верность и посвященность некоторых братьев, не исцеление, языки и пророчества, сопровождающие это движение, не могут изменить наше убеждение, что оно пришло из преисподней. Дух в этом движении производит духовное и физическое проявление силы, но это ложный Дух. Он показывает себя таковым. Это то, что они сказали. Но Бог в Своем Слове, в послании Иаиля, главе второй, и Деяниях во второй главе, обещал, что Он изольет от Духа Своего на всякую плоть, говоря не только о маленьком дожде первого дня Пятидесятницы, но и о мощном позднем дожде, который принесет обильную жатву душ перед возвращением Христа. Результатом этой декларации было то, что к 1920 году немецкая церковь стала оплотом современного библейского критицизма и либеральной теологии, подвергающих сомнению истинность Святого Писания, подрывающие самясного веры. Вместе с движением Святого Духа по всему миру распространялась также и дьявольская ложь. Была выдвинута идея, что Библия не является богодуховным Словом Божьим, а только историческая книга рассказов, сборник поэзии и мифов. Особенно миф о воплощении Христа. Бога лишили божественности, его слово власти, а еврейский народ неиспоримого избрания и призвания. Вместе с давними традициями антисемитизма Европейской Церкви это привело к гитлеровскому холокосту евреев, практически не встретив протеста руководства церкви. Гитлер был так впечатлен жертвенником пергамона в Берлине, что в 1934 году он приказал построить его точную копию в Нюрнберге для проведения съездов нацистской партии. Отсюда, с престола сатаны, он провозгласил смерть евреям и тем, кто неарийской крови. Основные церкви официально поддержали Гитлера, но многие немцы самых разных религиозных динаминаций заплатили жизнью за приверженность вере во Христа и за укрытие евреев во время нацистских гонений. КОНЕЦ За последние годы многие харизматические церкви каялись за Берлинскую декларацию 1902 года, особенно на марше Иисуса в Берлине в 1994. Тем не менее, в 1996 году Берлинская декларация, духовная Берлинская стена, разделяющая верующих в Германии, пала. После многих метисканий Евангельский Альянс Германии вместе с Союзом свободных пятидесятнических церквей подписали совместную декларацию примирения, названную Кассельской, соглашаясь молиться вместе за пробуждение и трудиться в деле евангелизации. Сейчас дверь открыта для нового движения Духа Святого. Но ведь сатана предпринимает свои контрдействия. После разделения Берлина и отделения от престола сатаны в 1945 году Западная Германия была восстановлена и пережила экономический бум, не имеющий аналогов ни в немецкой, ни в европейской истории. После падения Берлинской стены воссоединенный город был отреставрирован и подготовлен, чтобы занять свое место как историческое сердце Германии и стать центром объединенной Европы. В 1999 году здание Рейхстага, ставшее знаменитым благодаря Гитлеру, но разрушенное в 1945 году. Сейчас полностью восстановлено и официально открыто, а немецкое правительство завершило переезд из Бонна в Берлин. Впервые за 50 лет правительство Германии вернулось туда, где находится престол сатаны. Какое это имеет духовное значение? Почему этот переезд произошел именно во время создания объединенного европейского государства? Будет ли оказано давление на европейский парламент, чья деятельность сегодня разделена между Страсбургом и Брюсселем, чтобы переехать в одно из многих свободных исторических зданий в Берлине? Туда, где находится престол сатаны? сатаны? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok